Добрый день! У микрофона Ольга Балезина. У нас сегодня в гостях идейный вдохновитель проекта собственник усадьбы Соколка под котельничем Михаил Жданов, гостеприимный хозяин, как значится во Вконтакте. Здравствуйте! Усадьба Соколка, для тех, кто еще не знает, это место, где построен первый в России вращающийся дом у нас в Кировской области. И вообще вот территория напоминает какой-то космодром, там круглые домики с панорамными стеклами в лесу, то есть это еще чистый воздух, птицы, и все это недалеко, 15 километров от котельнича. И все это, главное, открыто для людей, то есть любой желающий может там побыть, отдохнуть, провести выходные. Да, можно приехать и переночевать, отдохнуть в наших домиках. У нас сейчас на данный момент готово два гостевых дома, круглые, построенные по золотому сечению Леонарда Винчи, такая же круглая сферическая баня с гостевой комнатой, с прудом, с купелью. Сейчас готовится к завершающей стадии, уже внутренняя отделка ведется, это дом-спейс, это вращающийся дом, и цокольный этаж, это посадочная платформа этой тарелки, на котором находится этот дом, то есть я их разделяю на два разных объекта, потому что это прям такое фундаментальное строительство, и цокольный этаж, это как бы независимое здание, внутри которого находится 150-тонный куб, на котором уже крепится сам дом-спейс, на огромном подшипнике, который вращается, вот, но он пока еще не вращается, но мы делаем все возможное, чтобы он завращался. Сейчас еще, как бы, мы еще доходим до этого, по крайней мере, все сделано для того, чтобы он завращался. Это не юрты, это именно полноценные, полноценные дома, которые построены по новым, по современным технологиям, с учетом климат-контроля, шведские утепленные плиты, это теплые полы, это системы кондиционирования, это натуральные утеплители, окна в пол, то есть полноценные прям дома, в которых можно жить, кухни, которые оборудованы всем необходимым кухонным инвентарем, можно любой приготовить себе что-то покушать, погулять по комплексу, посмотреть все наши объекты, на Соколю гору сходить, то есть это прям полноценные дома. Ну, даже больше, чем полноценные дома, потому что мы в Кировской области, наверное, привыкли к домам с каким-нибудь сайдингом, которые тоже многие считают полноценными, да, никаких панорамных окон, конечно, мы не требуем, если собираемся куда-то на отдых. Да, мы пошли по другому совершенно пути, мы пошли по экологичному, по непростому, на самом деле, пути, у нас вот гостевые домики, например, обшиты лиственничным гонтом, он у нас пришел в Сибири, и это дранка, так называемый древний строительный такой материал, который раскалывается, в три перехлеста делается, и у него гарантия сто лет. В дальнейшем он начинает уже каменеть, становится такого пепельно-серого цвета, на нем мох растет, и он прям очень крепкий. А вот на самом домспейсе, там вообще уложен вулканический сланец испанский, и он вообще как бы это вечный материал считается, и он очень крутой, держит все осадки, обтекаемый очень, он не так нагревается, хотя он черный, он как бы нормально, к нему прикасаешься, он не горячий, то есть днем, получается, в солнечную погоду дом не нагревается. И еще там у нас натуральный утеплитель использован, ГУТЕКС, тоже он как бы тепло не выпускает, и не проводит тоже время, летом, например, не нагревается. Технологии, это, конечно, ну, правда, кажется, что не про Кировскую область, и даже там не про Россию, очень модно же сейчас говорить про ненавязчивый российский сервис, да, для туристов. У вас вообще все по-другому. Вот давайте с самого начала, почему так, откуда, что это за замысел, да, и почему вот так, оказывается, можно в нашей стране? Слушайте, на самом деле, вот вообще, как говорится, да, все мы родом из детства. Как еще там, мужчины все время детьми остаются, только игрушки становятся дороже, а все мы, на самом деле, родом из детства, если глубоко копать, то все ответы в детстве. Мы жили на берегу реки, в общежитии, под элеватором, и, пользуясь, кстати, случаем, хочу поблагодарить отца и маму, папу и маму, что вот они такой вклад внесли в меня, то, что, как бы, в принципе, все, что сейчас там есть, это, можно сказать, прям они, меня подполкнули, а именно даже вот отец больше, потому что мы жили на речке, у нас у отца был свой катер, своя лодка, и мы регулярно ездили на этом катере, плавали по реке, рыбачили, он меня на охоту с собой брал, и мы частенько ездили на Соколью гору, и там мы останавливались, ночевали, рыбачили, и я прям с молоком матери с детства начал впитывать все эти легенды, истории про саму гору, что здесь там динозавры, тут пролетали, ну, о, тут снежный человек пробегал, ну, и так далее, в общем. Мне это все очень так хорошо заходило, и заходит там, да, что все-то так интересно, и я как-то вот себе намечтал, надумал с детства прямо, представляете, вот прямо с младенчества, что тут надо что-то вообще сделать, такое вот прямо вот интересное, чтобы вот... У вас с самого детства, ну, не бизнес-проекты, но... Да, нет, вообще никакого бизнеса на этом проекте даже не было в голове, просто захотелось, мне просто кайфово понравились все эти истории, мне сама гора понравилась, я всегда там чувствовал себя комфортно мне, энергия, что ли, какая-то мне там приходила, какие-то вот мысли, и потом у меня каким-то как-то все автоматом все начало сводиться к тому вот, ну, к туризму, к развитию в этом плане, к обучению и так далее. Вся моя жизнь так и складывается, я начинаю работать в фонде «Землевятская», мы там различные проекты делаем, один из которых, на котором я работаю, это строительство городка палеонтологов. Планы, гранты, написания, живые динозавры проект, часовню мы построили, много чего интересного запускали. Потом палеонтологический музей, я перехожу и становлюсь зав. филиалом Котельнического палеонтологического музея и у нас, и строительство научно-севетской базы палеонтологической тоже там на берегу все перерастает. А у меня как бы некая своя еще идея витала, но я как-то жизненно меня выводила делать на Соколе-горе что-то. Когда я это все проектирую, пишу, ищу средства, это, то есть, Сколково, это Селегер, это форумы, это банки, это какие-то инвесторы, это планы, бизнес-планы, описания. Понимаете, это столько энергии, столько сил, и я иду по этому пути. Идется вроде бы, все классно, но никаких движений нет, ничего не строится. Никаких палеонтологических городков, никаких баз, вообще ничего там. В один прекрасный момент происходит такой кризис. И все, я перегорать начинаю, переезжаю сюда, в Киров. И вы понимаете, такое чувство у меня, а вот как будто душу вынули. Предательство, себя какое-то. И я не знаю вообще, что мне дальше делать. И я в один прекрасный момент возвращаюсь на Соколю Гору, туда к себе, на родничок. И у меня, понимаете, не знаю, что-то произошло, прям какой-то инсайт, какое-то откровение, какое-то прям подкрытие. Я понял, что делать. Это отдельная история, это долго сейчас можно рассказывать, весь эфир, да? Но, в общем, после этого вся моя жизнь кардинально меняется. Я понимаю, что надо делать, в принципе, свою мечту реализовывать. Да вот, что надо делать, то, о чем я планировал. Начинаю делать. Не знаешь, что делать, бери, делай. Бери, делай. И начал делать. Вопрос, конечно, всегда в деньгах, особенно, когда послушаешь про ваши супертехнологии. Слушай, все пришло, все пришло. Я работал в музее, в палеонтологическом, зарплата 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, да. 7 тысяч рублей, да. Главное, мечтать, желать и двигаться, не сдаваться. А вот это было, если усадьба создается с 13-го года, вот примерно в те времена, да? Да, в 12-м году, да. Но кажется, что усадьба появилась как-то вот, ну, внезапно. Это были все подготовительные этапы, вот все эти предыдущие годы, потому что как будто выстрелили вы только-только. Ну да, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. С 12-го года мы, на самом деле, начали это все проектировать, вынашивать, строить. А на самом деле, вот я смеюсь, там, да, люди избу квадратную строят годами и не могут никак построить, потому что сталкиваются с такими проблемами. Первое, это материалы строительные, да, выбор и качество, и второе, это люди. А у нас вообще, извините меня, круглое, это не квадратное, еще и вращается. Еще и вращается, еще и под котельничом. Да, еще и под котельничом, где людей-то как бы повыезжали, к сожалению. Вот и строили, и строим. Благо, то, что место, оно на самом деле непростое. Это удивительная Соколья гора, оно, видимо, выбрало меня, что ли, а потом дает энергию, дает заряд. Самое главное, что человеку? Быть в ресурсе, быть в потоке энергии, чтобы была энергия на творческую деятельность. Там как бы не доказано, да, там, что какой-то нулевой меридиан выходит. Я много историй наслышан. Люди утверждают, нулевой меридиан оттуда выход. Я не готов это утверждать, что там нулевой меридиан. Но там что-то есть, какая-то вот штуковина, какая-то энергия, когда вот ты вроде ничего не знаешь, потом бах, то приснится, то ли там голову придет какая-то вот идиот. Там надо бывать, там надо слушать его, потому что вот там я получил самое главное такие открытия. В 12-м году там рос бурьян и борщевик, а сейчас как бы вращающийся дом стоит, да, и храм белокаменный. Давайте вот про то, как приобщиться там, не знаю, жителям Кирова или кто люди, которые к вам уже добрались, что они говорят. Мы не идем по пути приехать, отметить день рождения, корпоратив, вина попить, шашлыков пожарить. Это как бы не наш путь. Много баз более доступных и приспособленных для этого. У нас совершенно иной отдых. Для тех, кто хочет целенаправленно. Хочет целенаправленно приобщиться к природе, послушать тишину, то есть подумать о каких-то... Что и музыку не даете включать, там, Верку-сердючку или что-то. Мы и шашлыки, я сам, на самом деле, я не какой-то там веган, я люблю очень баранину, там, да, и частенько у нас там острова Поляна сделана, это все можно. Это дополнительные опции. Музыка, релакс, пожалуйста. У нас, в основном, вообще, в принципе, пожить в этих домах, сходить на родник, сходить на Соколи-гору, сходить в часовню, просто подумать о жизни, сделать остановку в пути, и, может быть, придет какое-то переосмысление, а, может быть, какая-то идея придет. С детьми... Ну, представляете, вот у меня ребенок тоже, когда вот я привожу его, у меня первое, еще он когда мелкий был совсем, заходит, вау! То есть вот этот купол и, да, вот это яичко. То есть настолько интересно вскрывает, как бы какие-то дает эмоции детям. А как там спится? Это же золотое сечение Леонарда да Винчи. Это же... Ну, Леонарда да Винчи, это далеко был не глупый человек, да, это вообще... Он вывел золотое сечение. То есть мы по этой формуле построили дома. Вы сами разрабатывали? Или кто вот это все проектировал, подбирал технологии? Наверное, там не от кировских производителей они... Мы сотрудничали, сотрудничаем с компанией. Дом Спейс, это вообще на самом деле французская изначальная корня. Это Патрик Марселли, который изобрел эту технологию в 80-х годах, вот эти вращающиеся дома в виде летающей тарелки. 80-х годах? Еще 80-х. Мы ей удивляемся в 21-м. Да, да, да. Ну, всего по миру вот этих вращающихся. Построено 25-27 штук. Я пока еще даже, ну, до конца не... Может, еще что-то достроилось, но 27 штук. У нас в России как бы первый такой домик вращающийся, планируется достроиться. Вот, они как бы, технологии эти есть. И мы вышли на архитекторов, проектировщиков, и нам это все дело разрабатывали. Сфера Леонарда Винча, это компания SkyDom, которая нам изначально дали проекты. Понятно, сам не колотил, но нанимал подряды, нанимал людей. Нужно быть вовлеченным в строительство. Хочешь построить, стань строителем еще, кстати, тоже. Это я четко уяснил. Без этого, ну, никак. Почему-то это не удивляет, к сожалению. Да, да, да. Так, ну и все-таки, кто эти люди, которые до вас добрались? Получили ли они какие-то инсайты? Люди приезжают. Приезжают, и в основном, естественно, приезжают вот такие, которые просто хотят побыть в тишине. Семейные люди, это в основном с детьми. Например, папа сходил на рыбалку утром. Детки, они тут где-то на пляже, на пруду гуляют по лесу, катаются на велосипеде. Приходят иногда заявки, что мы хотели бы там день рождения отметить там или корпоратив. Но их очень мало, это вообще единицы. И я как бы объясняю, что... Ну, почитайте просто о нас, надо ли вам вообще как бы вот это. Честно говоря, ни одной даже еще такого случая не было, чтобы там у нас приехала какая-то такая вот компания, и какой-то корпоратив такой жестокий там, да, устроили. Ну, ценник у вас все-таки по сравнению с просто базами отдыха в Кировской области гораздо выше. Да, да, потому что у нас не база отдыха. База отдыха, да, там как бы свои условия, свои цены, а у нас оно совершенно иное, у нас свой уровень, свои как бы там правила определенные. Кроме интересной самой по себе атмосферы, да, вот этого вот визуального полукосмического наполнения, у вас, вы уже упомянули, там есть баня, есть парение, там тоже какие-то интересные у вас и рецепты, и технологии. Это вообще отдельная история, баня, это отдельный, я называю это отдельный мир. Это даже, наверное, не баня во всеобщем представлении. Я на самом деле вообще любитель бань, люблю баню, и поэтому долго я вынашивал, ну, не то что вынашивал, долго приходил к тому, что я именно хочу, и в конечном итоге, конечно, если я хочу все круглое, и делаем все круглое, то и баня должна быть в первую очередь круглой, и мы параллельно ее и начали делать. У нас она особенная, это баня, у нас печь, внутри, вообще сама, во-первых,